Человек рождается в одиночестве, а в одиночестве он и умирает. Потому проводить усопшего нужно со всеми почестями. В нашем городе работают десятки ритуальных фирм, которые за нескромную сумму готовы организовать похороны любой сложности. Только вот некоторые из них оказываются не слишком добросовестными. Многие рязанские семьи успели столкнуться с некачественной работой сотрудников компаний, оказывающих ритуальные услуги. Были оплачены деньги в ритуальное агентство. Ритуальный дом расположен по улице, Спортивный дом 1, рядом со Скорбеченским кладбищем. И в данном агентстве мне сказали, когда гроб подъедет в Луховице, вы нас наберите, мы как раз пишем пригазу, который с них все расчистит, и все нормально, машина проедет. По мере того, как гроб пришел в Луховице, я позвонила, сообщила, все сказали, сейчас подъедем, делаем. И когда уже мне сообщили, что гроб в Рязани и родственники позвонили, сказали, что на дорогу так и не расчистили, я обратно позвонила в это агентство. На что они мне сказали, что вообще они мне... То есть ничего я взяла, что они мне что-то должны, так как в бухгалтерской отчетности они указали вообще как бы умершего человека. Деньги были мне оплачены. И в итоге мне пришлось обратиться в правоохранительные органы. Юлия за похороны своей тете отдала больше 11 тысяч рублей. Понадеявшись на честность и ответственность сотрудников выбранной фирмы, она занималась другими хлопотами. В итоге явно нетрезвые работники ритуального дома буквально сорвали траурную церемонию, не почистили дорожку от снега, не предоставили транспорт, который, кстати, тоже был оплачен. Да еще и начали скандал, мол, им-то тоже было бы не лишним дополнительно приплатить. В данном случае обращение призвано к тому, что организация, я думаю, пойдет на то, чтобы какие-то суммы денежных компенсаций были выплачены либо тому лицу, который оплачивал ритуальные услуги, в данном случае квитанция у нас имеется, либо извинилась за то причиненное неудобство перед всеми лицами, которые фактически потеряли частично здоровье из-за того, что ритуальные услуги не были оказаны своевременно и без недостатков. Похороны, они один раз в жизни, похороны полностью были испорчены. Я вот не понимаю, почему в центре города, и никто не проверяет. И данная организация, занимаясь, по сути, мошеннической деятельностью, она существует и продолжает, и как бы обманывает людей. И таких семей, пострадавших от действий именно этой организации, в Рязани достаточно. Согласитесь, в и без того печальный период очень грустно столкнуться с таким равнодушием и даже, можно сказать, наплевательским отношением. И тут сам собой напрашивается резонный вопрос, а куда же делась совесть и банальное человеческое сочувствие?